В Иркутской области обсуждают вопросы развития агропромышленного комплекса. Накануне при Ангаре приехала первый заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут. В рамках визита представительница ведомства посетила несколько местных агропредприятий. Одно из них открылось недавно в поселке Залари. Там будут изготавливать рапсовое масло. Какими успехами могут похвастаться местные товаропроизводители и чем им могут помочь власти региона, узнавали мои коллеги. Развитие агропромышленного комплекса в Приангаре является одной из приоритетных задач региональных властей. От этого зависит как продовольственная безопасность страны, так и качество жизни в малых населенных функтах. Сейчас в этой отрасли задействовано почти 40 тысяч жителей Иркутской области. И в перспективе рабочих мест должно стать еще больше. Накануне в Заларинском районе состоялся запуск первой линии завода по переработке масляничных культур. Здесь будут производить рапсовое масло. Мощность нового предприятия до 50 тысяч тонн продукции в год. На торжественном открытии присутствовали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, а также первый заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут. Здесь каждый год наблюдаются улучшения. Каждый год Заларинский район выходит с новыми проектами по сельским территориям. Комплексные проекты, которые охватывают все направления жизни наших людей. Всю социалку, образовательные учреждения, школьные, дошкольные и спортивные учреждения, культура. Сейчас обсуждаем возможность финансирования очистных сооружений на последующие годы, для того, чтобы было еще более комфортно жить. Экономическое развитие малых населенных пунктов должно идти параллельно с модернизацией социальной сферы. В рамках рабочей поездки представители федерального Минсельхоза и областного правительства посетили несколько сельских школ. В частности, в Заларях одно из учреждений как раз находится на реконструкции. Новое здание будет вмещать до 800 учеников. Это позволит организовать образовательный процесс в одну смену. Но восстановить социальные учреждения везде и сразу по объективным причинам не представляется возможным. Нивелировать неравномерное развитие малых населенных пунктов власти региона намерены путем создания сельских агломераций. Человек проживает 300 километров от города Иркутска, например. А вот этот компактный населенный пункт или опорный пункт, он даст возможность приехать за 10 километров, получить ту же консультацию по медицине, по образованию, по культуре, по спортивному. И вот здесь вот такая сельская агломерация должна быть, как она есть городская, так и сельская. Поэтому много направлений, вообще перспективы развития сегодня сельского хозяйства широка, в том числе для Иркутской области. В ближайшее время в правительстве сформируют рабочую группу, в которую войдут представители муниципалитетов и профильных ведомств. Разработать и утвердить долгосрочные планы развития опорных населенных пунктов планируют к весне следующего года.